Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Хотел бы поблагодарить моих подписчиков за все и положительные и отрицательные, за любые в общем-то отзывы, ваши комментарии на вышедшее на моем канале интервью с историком Константиной Скиба. Получилось все это хорошо, получилось удачно. Это мой по сути первый опыт записи интервью. И теперь мы в общем-то после этого интервью мы будем, как бы я буду это развивать, буду еще больше стараться снимать интервью с различными сами специалистами. Уже намечены многие встречи по самым разным темам, они будут очень интересны. Будем продолжать этот, скажем так, вид съемки на нашем канале. Не в ущерб основным роликам, естественно, будут и основные темы, эти уже в ближайшее время они будут готовить. Хотелось бы сказать, какие выводы взяты из этого интервью о том, что в общем-то мне, лично мне, значит, надо будет подходить более системно, это я уже понял, что готовить определенные конкретные вопросы, вести своего собеседника для того, чтобы интервью было более цельным, скажем так. Этот опыт я получил и буду его применять. Хотелось бы обратиться к вам, мои подписчики, соответственно, все мои гости будут предупреждаться о том, чтобы как бы стараться вести себя в комментариях более прилично, более вежливо. От того же я хочу, в общем-то, и попросить и вас для того, чтобы не сжигать из лишних эмоций. В нашем видео у нас все-таки научный канал, и если вы хотите что-то сказать по делу, как говорится, говорите по делу, представляете там источники, высказывайте фразы, ну, простые оскорбления, они никому не нужны, собственно, мы будем стараться как-то это все пресекать все-таки на этом канале, чтобы лишний раз не нагнетать им словку. Но, собственно говоря, данный выпуск не об этом. Кроме, собственно, записи интервью, были и еще различные события, произошедшие на прошлой неделе перед майскими праздниками. В частности, я побывал на двух встречах в двух городах. По второй встрече пока ничего не буду говорить. Была она, вы только скажу, что это происходило в Черкесске, я думаю, вы уже, наверное, слышали где-то по косвенным источникам о том, что я участвовал в презентации книги «Абаза в Кабарде». Меня пригласили, собственно, авторы, пригласили выступить со своим словом, послушать их, пообщаться, познакомиться. В общем, встреча прошла довольно успешно. Видео я там своего не делал, поскольку там, в принципе, и так достаточно снимали. Поэтому ждем, пока ребята из абазинского общества Алашара снимут видео, их монтажер обещал скинуть мне его, и я с вами поделюсь тогда уже информацией, уже более подробно об этом поговорим. Сейчас я хотел бы обратить внимание на другую, не то чтобы встречу, поездку. 25 апреля был день черкесского флага, который проходил в ряде городов различных республик адыгских. И мне, значит, удалось побывать в городе Майкопе в этот день, на мероприятиях, посвященных этому празднованию. Значит, с точки зрения участников праздника, с точки зрения всего этого действия, было очень красиво. Достаточно красиво одеты вот в эту национальную одежду всадники, в самых различных типах именно одежды наездников. Очень много людей было, удивительно много, молодежи много было. То есть, как бы там предполагалось два основных события центральных. Это скачки и это поход пеший, конный и автопробегом с разных частей города к центральной площади, к памятнику если не ошибаюсь, единства напротив мечети в центре Майкопа. В общем, я участвовал в пешем ходе. Очень много флагов, очень много зеленых, ярких, красочных флагов, одежды этой национальной, девушки в красивых вот этих национальных одеждах. Сами люди, в общем-то, видно, участвовали, им это было интересно, приятно. По организации, к сожалению, могу сказать, что есть минус. На самом деле есть минус, потому что приехали мы к трем часам, немножко заранее на ипподром, где должны были скачки начаться в три часа. Наблюдали там всадников, общались с подписчиками. Там впервые, в общем-то, у меня были живые встречи. Люди просто подходили, знакомились, не то, что знакомились, просто здоровались, узнавали. Пообщался я, узнал у многих то, что видят, смотрят мой канал. В общем, если вы меня смотрите, передаю вам привет. Единственное, вот в тот момент просто непонятно было, мы 40 минут там проходили, и никто не мог точно сказать, когда же скачки начнутся. Оказалось, что они уже прошли каким-то образом почему-то. То есть люди, как бы, немножко в недоумении находились, которые пришли туда, ожидая скачек, а там все же закончилось, и эти всадники просто ждут по времени, там в течение часа, когда им позовут на выезд для конного хода. Ну, в общем, переместились в центре, там поучаствовали вот в этом пешем маршруте, встретили конный маршрут, сняли его. И, значит, тоже там такой странный момент был, люди собрались на этой площади, подняли флаг, ну, кто-то что-то сказал быстренько, и как-то вот все и разошлись. То есть, никаких речей не было, ничего такого как бы не произошло. То есть, получается, как-то немножко стихийная народная сходка. Но, тем не менее, ощущения остались приятные. Дальше там были двинулись в филармонию, там был праздничный концерт, был дальше Джека была национальная. Ну, вот такой праздник прошел, я бы хотел поделиться с вами фотографиями с этого мероприятия, небольшим куском видео, которое мне удалось заснять на этом празднике. Как говорится, до новых встреч, ждите новое видео, ожидайте. В ближайшее время будут новые интересные выпуски и интересные интервью. И я буду благодарен, если будут интересные предложения о том, с кем можно было бы побеседовать. Либо, допустим, если такие уже определились, если есть возможность предоставить какие-то контакты с людьми, со специалистами разными, с которыми можно будет поднять какие-нибудь определенные темы интересные для вас. Всем пока. День черкесского флага. Майкоп, 25 апреля. День червей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok